Губернатор Тульской области 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 Поэтому сейчас в новых условиях будут создавать совершенно новую какую-то продукцию или, может быть, какую-то идею. У нас общая программа, напомним, 321 тысячи квадратных метров, 16,5 тысяч человек мы должны переселить. На сегодняшний день мы ввели почти 120 тысяч метров, переселили почти 6 тысяч человек. То есть программа выполнена на треть. Но мы немножко отстаем. У нас, к сожалению, строители нас подвели, но СУС-155, вы знаете, это вот как раз по программе переселения из Кириевского района, там у нас 14 тысяч квадратных метров. Но решение тоже есть, и деньги уже финансирование, завершение строительных работ. Вот дом-то фактически готов построить, то есть завершение программы будет. Это первое. Второе, у нас есть задержка по узловой 4 тысячи и по Дубовке. Но все эти вопросы мы планируем, в общем, все наверстать в первом квартале следующего года. Вот Дубовка, это у нас программа еще, которую мы должны были завершить раньше. Но вот, к сожалению, тоже строители нас подвели, вы сами знаете, что строители бывают в том числе недобросовестные. Ну и в принципе все остальные программы у нас идут нормально. Из 320 тысяч метров у нас вызывает пока сомнения только 4 тысячи метров. Это вот по программе по узловой, где, к сожалению, между собой акционеры все никак не могут разобраться. Кто из них что должен делать, но контракт пока не завершен. Но денег, хочу сказать, что мы оплачиваем только те работы, которые реально выполнены, то есть переплаченных денег у нас нет. Ну и сами вы видели, что квартиры мы сдаем в хорошем состоянии. Я бы даже сказал, что в отличном состоянии, для того, чтобы нареканий со стороны жителей у нас не было. Были такие случаи, но мы все такие случаи стараемся устранять и шлифовать. По детям-сиротам за 4 года у нас выдано 750 квартир. Здесь тоже, к сожалению, не все планы, которые были запланированы и реализованы. На следующий год почти 650 квартир мы должны, вот кровь из носа, мы должны отдавать. Но, опять же, напомню, 4,5 года назад очередь была детей-сирот 170 человек, и квартира давалась 10-15. Вот мы выдали почти 750 квартир, а очередь у нас еще больше 1000 человек, еще 1100. То есть это все накопленные старые долги, люди поверили, что область свои обязательства выполняет, и мы стараемся передавать. Но, еще раз говорю, к сожалению, непростая ситуация со строителями. Это не только касается Тульской области, это общая проблема. Общие федеральные строительные компании чувствуют себя непросто. Поэтому для нас очень важно и деньги не потерять, и получить результат. Поэтому будем реализовывать его дальше. Сложно, непросто, но, слушайте, дорогу оселит идущий. Продолжение следует...